На библейский портал Эксгет поступил вопрос, как отличить настоящего духовника от лжестарца. Это сделать непросто, потому что отличить может духовно опытный человек. Новоначальному христианину при выборе духовника лучше обратиться за советом к своему другу или сестре во Христе, для того, чтобы не ошибиться. Потому что, опять же, в Лествице сказано очень много на эту тему, когда можно принять больного человека за врача, волка за пастыря, простого гребца за кормчивого и, соответственно, лжестарца за духовника. Ну, главное отличие в том, что лжестарец, он ведет человека к себе, а духовник ведет человека к Христу. Лжестарец никогда не терпит никакого возражения. Все его советы, это приказы, как в казарме или как в тюрьме, он не имеет в себе духа Христова. Часто нарушает традицию пастырства, которое описано у святых отцов. Не является вот той самой любви, которая нужна грешному человеку в деле борьбы с грехом. Потому что каждый священник сам лично понимает, что мы слабы, мы очень много ошибаемся, часто падаем. И уныние нас постоянно подстерегает на каждом шагу. Так вот, настоящий пастырь, он будет поддерживать кающегося человека. А лжестарец будет злорадствовать, он будет давить грешника всякими епитемьями, давать какие-нибудь советы, которые будут человека только дальше ввергать в какое-то уныние, отчаяние, в ропот. Может быть, в прелесть даже. Поэтому найти духовника в наше время очень трудно. Хорошего, традиционного. Еще отец Сиан-Христианкин говорил своим чадом, ищите священника. Когда я его спрашиваю, как батюшка спасаться, ищите священника. Иногда это не обязательно монах или игумен. Это может приходской быть батюшкой, но который живет благочестиво, который читает Писание, который знаком с отцами церковными, отцами церкви, у которого у самого есть практика духовного делания. Ну и, конечно, который любит людей. То есть, духовник без любви – это такая горящая головешка. Ты не можешь никого увлечь и сделать христианином, если ты любовь к человеку не поставишь в голову угла. У лжестарцев вот эти плоды любви, смирения, рассудительности, традиции – они отсутствуют. И, скорее всего, понять ошибку можно не умом своим, а больше сердцем. И признаком ошибочности будет тревожность. Когда человек уходит от священника растревоженным, значит, это не пастырь. Это прокурор, это судья, это надзиратель. А главный плод – это мирное устроение души. Вот это должен настоящий духовник, любящий пастырь, передать страждущему человеку, кающемуся грешнику, который к нему пришел. Точнее, не к нему пришел, а к Христу. А священник – просто свидетель, просто помощник, просто соработник Христов. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо. 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 Спасибо.